Решающий для жителей Крыма день настал. Буквально минуту назад на полуострове открылись участки для голосования. Республика выбирает остаться в составе Украины или воссоединиться с Россией. Явка ожидается очень высокая. Времени на подготовку к референдуму у местных властей было не так много, но все необходимое сделать успели. За ходом голосования наблюдают множество журналистов со всего мира, среди них наши корреспонденты. Тимур Сиразеев работает в Симферополе и Денис Давыдов в Севастополе. И сначала узнаем, какова обстановка в столице республики Крым. Тимур, вам слово. Доброе утро. Вы видите, что у нас уже референдум идет во всю мощь, потому что только открылись участки, а уже людей достаточно много и они уже делают свой выбор. Мы находимся в 27-й школе Симферополя. Здесь сразу три избирательных участка. И вот как все происходит. В принципе, все обычно и стандарты знакомы многим нашим зрителям. Нужно подойти к члену избирательной комиссии, найти себя в списке для голосования, взять бюллетень, пройти в кабину для голосования, сделать свой выбор. После чего бюллетень непосредственно нужно опустить в урну, которая опечатана. И здесь есть фамилии всех членов избирательной комиссии. Всего в Крыму открылось 1205 избирательных участков и в бюллетене два вопроса. Непосредственно вот это бюллетень и два вопроса. Первый. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Второй вопрос. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 92-го года и за статус Крыма как части Украины. Избирателю нужно сделать выбор, поставить галочку либо здесь, либо здесь. Вопросы все на трех языках. Русском, украинском и крымско-татарском. Если будет две галочки или ни одной, то соответственно бюллетень будет признан недействительным. Председатель комиссии Евгений Евстигнеев. Евгений Викторович, здравствуйте. Поздравляем с тем, что уже референдум идет. Как все проходит на данный момент? Все нормально. Люди пришли, голосуют. Вы с самого раннего утра здесь? Были какие-то сложности, эксцессы? Нет, сложности не было. Все прошло нормально. Сдали бюллетень. Удачи вам. Впереди сложный день. Спасибо. Ну и давайте пообщаемся непосредственно с избирателем, которые уже здесь находятся. Сейчас они делают свой выбор. Здравствуйте. Мы с Первого канала. Скажите, пожалуйста, почему решили прийти так рано? Ну, чтобы не опоздать. Не опоздать, да? Да. И спасибо вам большое. Счастливо проголосовать. Вы видите, что здесь пришли абсолютно разные люди с детьми, пожилые. Пришли также сотрудники правоохранительных органов МЧС. И сейчас вот они делают свой выбор, голосуют. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Вы пришли проголосовать. А почему так рано? Ну, хочется быстрее изъявить свою любовь. Уже сделали свой выбор? Все нормально, без проблем. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Ну, вы слышали людей. Добавлю, что за этими выборами, конечно же, следят и международные наблюдатели, 135 экспертов из 23 стран. И вот на пресс-конференции, которая прошла накануне, они заявили о том, что пока у них никаких претензий к проведению референдума нет. То, что мы здесь присутствуем как наблюдатели, уже означает, что мы признаем этот референдум законным. Мы можем расходиться в других вопросах между собой, но мы все признаем этот референдум, потому что право на самоопределение является основным правом для народа определять форму своего государственного существования. Настоящая демократия как раз говорит о том, что любой человек везде имеет право выбирать своего будущего, имеет право для того, чтобы самоопределить дальнейший путь, по которому не только сам он, но и весь народ пойдет. Абсолютно легитимно. Никакое международное право это не нарушает. Я более чем уверен, это единственный путь к тому, чтобы ваш регион, ваша часть, причем она не маленькая и прекрасная, пошла на путь развития. Потому что до сих пор, что здесь было, мы прекрасно знаем. Всего в Крыму полтора миллиона избирателей. Референдум признает состоявшимся, если явка будет 50% плюс один голос. Но судя по тому, что мы сейчас видим на нашем избирательном участке, явка будет значительно больше. И вот люди, с которыми мы общались накануне, в один голос все утверждают, что они, конечно же, придут на этот референдум, потому что для многих это судьбоносный день и судьбоносные выборы. Также накануне вечером наша съемочная группа съездила в район, где живут крымские татары. И мы пообщались с семьей Касаевых. История этой семьи очень похожа на историю многих других семей крымских татар. И вот сегодня Касаевы в полном составе пойдут на этот референдум. Дилевер Кисаев, самый взрослый член семьи, 50 лет был вынужден жить в Узбекистане. Его, как и многих других крымских татар, выслали в середине 40-х. И несмотря на то, что он уже здесь достаточно давно живет, вернулся на своей родине, многие проблемы до сих пор не решены. И для него, и для его членов семьи это референдум, надежда на то, что многое все-таки может измениться. На Украине, например, мы уже проживаем 23 года. Как приехали мы сюда крымскими татарами, и долго еще продолжали многие назвать нас предателями, так до сих пор никакие законные акты не приняты о реабилитации, восстановлении прав. В контексте унитарной Украины, в которой до недавнего времени находился Крым, ее политика внутренняя, она ставила крест вообще на какую-либо возможность решения проблем, которые связаны с крымскими татарской национальной проблемой. И параллельно с этим, вот если рассматривать, Российская Федерация, автоматическое решение практически крымскими татарской проблемы после включения Крыма в состав Российской Федерации, потому что в России действует закон о восстановлении прав репрессированных народов, действие которого будет распространяться автоматически на крымск и татарский народ. Участки закроются в 8 вечера по местному времени, то есть в 10 часов по московскому, и в ЦИКе обещают объявить первые результаты предварительные этой ночью, хотя еще раньше, практически сразу после же закрытия избирательных участков, свои данные огласят социологи, которые проводят опросы на выходах с избирательных участков. Ну, выборы у нас только начались, референдум в самом разгаре даже, можно сказать так, потому что вы сами видите, люди идут и идут, еще раннее утро, участок работает только 5-6 минут, но избирателей очень много, и вот такая явка планируется здесь в течение всего дня. Алена. Спасибо, Тимур, держите нас в курсе.